Друзья, всем привет! Мы находимся в Южной Корее. Я хочу вам показать машины, которые подобрали для клиентов. Расскажу немножко предысторию. Меня зовут Игорь Малкин, и у меня есть основной канал. Ссылочки на него будут в описании. Я сейчас приехал в Корею к моим партнерам, и мы сотрудничаем в сфере подбора автомобилей. Это машины, которые уже куплены клиентами и дожидаются отправки во Владивосток. Мы сейчас посмотрим, что за машины есть в Южной Корее, в каких они комплектациях. И в случае, если вам нужен подбор авто в Корее, то можете перейти на основной канал, и потом там будет вся информация. Найдете ролики, и там сможете найти контакты, где обратиться за подбором авто. Итак, здесь у нас давайте начнем с того, что есть. Есть карнивал, вот такой, да? Не помню, открыт он или нет, да, открыт. Вот, в неплохой комплектации кожаный салон, вентиляция. У нас что, да, климат, 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 руль под дерево, люк, то есть двойной люк. Ну, в принципе, хорошая комплектация. Пробег у нас 17 тысяч километров. Это, ну, можно сказать, ну, не новая машина, но, по крайней мере, очень свежая машина. Все на электроприводах. Видите, как все открывается, закрывается отлично. Вот, раз карнивал, два карнивал. Я думаю, что он плюс-минус будет такой же по комплектации. Да, тоже хорошая комплектация. Только как хорошая? Она, видите, без люка. Но неплохая. Кнопка старт-стоп, руль под дерево, климат, да, экран, подогрев, обдув, сидение. Вообще, в Южной Корее, на самом деле, все автомобили, они достаточно в хороших комплектациях. Здесь, за очень редким исключением, есть простые комплектации. Я вам покажу. Здесь тоже у нас карнивал. И здесь тоже карнивал. Я вам покажу. Там дальше будет вообще обалденная комплектуха у карнивала. Но он будет чуть дальше. Идем к следующим машинкам. Это Kia Mahave. Все машины 18-19 год. Kia Mahave в черном цвете. Посмотрим, что у него есть. Кстати, черный салон. У нас, у нас, у нас, у нас. Да что, у нас все, в принципе, есть. Это удержание полосы, круиз-контроль, климат, подогрев, обдув сидений, люк, ну и так далее. Здесь у нас есть палисадик. Палисад, и там Honda Pilot. Ну, мы дальше к ним пройдем. Сейчас давайте все-таки пойдем по асфальту. Так, следующий. Это у нас тоже Mahave. И у нас есть Mahave на коричневом салоне. Мне очень нравится салон. По-моему, вот этот, если не ошибаюсь. Это, да, коричневый салон. Посмотрите, как эффектно смотрится. Белый Mahave на коричневом салоне. Кстати, вы знали, что Mahave – это рамный автомобиль. Очень безопасная история, если ездит жена с детьми. Но, скорее, наверное, не для внедорожья. Машина все-таки больше для каких-то, может, путешествий и так далее. Тут у нас Kia Sorento. Тоже в неплохой комплектации. Климат, круиз, кнопка старт-стоп, ну и так далее, и так далее. Обдувы сидений, удержание полосы, контроль слепых зон. Все это есть. Тут у нас Kia Sportage 1. И Kia Sportage этот мы купили себе, кстати. Вот я лично себе купил этот Sportage Kia. Это вообще очень интересный экземпляр. Давайте я вам покажу. Машина у нас на коже. Можем, кстати, даже завести немножко его посмотреть. Это двухлитровый дизель. Машина на коже. В комплектации обдув сидений, климат-контроль. Камера заднего вида у нас есть. Круиз-контроль под рулевые лепестки, удержание в полосе. Ну, естественно, там стеклоподъемники и подогрев даже задних сидений для задних пассажиров. Машинка очень интересная. Пробег 62 тысячи километров. Вот такая машина. По цене она, кстати, обошлась нам... Ну, давайте так, с растаможкой во Владивостоке. Где-то миллион шестьсот она обойдется. Рынок у этих машин от двух миллионов рублей, если на двухлитровом дизеле. Ну, если в такой комплектации. Конечно, на бензине пустые, они есть дешевле. Но тут спору нет. Следующие машины. Это у нас Volkswagen Tiguan. Вот тут вообще интересная история. Комплектации крутейшие. Давайте сейчас я покажу, что есть. Volkswagen Tiguan с проекцией камеры. Ну, естественно, климат, круизы, там, мультируль и все-все прочее. Электропанель такая у нас интересная. Кстати, обратите внимание, где у нас кнопка старт-стоп размещена. Посмотрите, да, как все прикольно светится, работает на корейском языке. Но корейский язык можно русифицировать, естественно. 250 евро стоит у нас такое удовольствие. И все у нас делается на русский язык. Следующий экземпляр. Давайте посмотрим Volvo. Да, обойдем сейчас ее. Заметьте, машины все тонированы. В Корее разрешена тонировка. В этом ничего такого нет. Volvo XC40. Очень классная машина. Не знаю, кстати, конкурент ли он Volkswagen Tiguan или нет. По размерам, ну, кстати, похожи они по размерам, но мне очень понравился салон. Машина просто мега комфортная. Ну, вот, можем открыть, посмотреть. Вот такой вот вольвешничек есть. Очень интересный. А теперь давайте мы подберемся к карнивалу. Кстати, цена его 2800 миллиона под ключ будет в России. Карнивал в шикарной комплектации. Там два люка. Даже есть хозяин, да, оснастил автоматической подкачкой шин. И обзор карнивала будет на моем канале. К сожалению, я сейчас не открыть его, так как все близко стоит. Но обзор карнивала, кстати, и Santa Fe тоже будет на моем канале. Вот именно этого карнивала. 2800 под ключ. Теперь давайте пойдем на эту сторону. Здесь тоже очень много интересных машин. Honda CR-V на полтора литровом моторе. Передний привод. Да, вы скажете, она не очень интересная. Но я вам отвечу, друзья. Зато дешевая растаможка и все-таки надежная Honda на надежном моторе. Почему бы и нет? То есть, да, это неплохо. Так, а вот эта машинка, кстати, отличилась. Тоже обзор будет на канале. Это Mercedes GLE. Дизельный. Но тут есть момент. Комплектация у него, видите, он без AMG. И, ну, в достаточно простой комплектации. Вот. Поэтому, поэтому это странно для Кореи. Так как в Корее обычно машины более заряженные. Также у нас есть Land Rover. И вот эта машинка тоже будет в обзоре. Она около 2700 миллионов рублей. Это у нас Rexton Sport в пикапе. Это пикап. Причем, да, сначале вот эту часть. Видите, поставили, скажите мне, как называется. Ну, вот эту шторку пластиковую. И, ну, это у нас пикап полноприводный, но он на механике. Представьте, это редкость для Южной Кореи. Но очень прикольно, что для региона куда-нибудь, не знаю, за грибами загрузить что-то. Очень приятный экземпляр. И здесь у нас две, точнее три Audi. Но интересная машинка вот эта. Audi Q8. У нас трехлитровый дизель. Хорошая машина. По состоянию. Вообще все машины по состоянию хорошие. Плохие не покупаем, не подбираем. Что вам сказать? Да, сказать то, что тачка офигенная. И она ждет своего хозяина. Она, по-моему, 5 плюс миллионов рублей вышла под ключ. Там надо точно вспоминать, уточнять. Мы когда обзор снимали, обсуждали цену, можете на моем канале все найти. Это, скажем, у нас так сейчас обзор просто площадочки. Что еще интересно вам показать? Давайте, о, палисадики давайте посмотрим. Как же без палисадов? Походить в Южную Корею, посмотреть машины и не посмотреть палисад. Но это вообще никуда, ни в какие ворота не лезет. Вот у нас палисады. Это все дорестайлинг. Сейчас уже есть новая рестайлинговая версия палисадов. Это у нас дорест. Опять же, обзор вот на этот палисад мы снимали. Все будет на моем канале. И давайте посмотрим. Ну, вообще, палисад, что, прикольная дачка, ребят. Вот Ромка бежит. Ром, ну, расскажи, давай. Смотри, смотри, смотри новость. Давай, новость, говори. Восстановление Российской Федерации. Ага. Внесение изменения постановления Российской Федерации. 12 мая. Новость-то скажи. Номер 25. Ага. Подтвердить, полагаю, зрение, которое вносится в основные 80. Короче. Да, говори уже. ГЛОНАСС. ГЛОНАСС. Еще, пока не надо ставить, до июня. О, до июня. Ребята, хорошая новость. Ага, класс вообще. Постановление. Поздравляем, поздравляем нас всех. Поэтому, друзья мои, если у кого стоял вопрос, что ой, а теперь все станет дорого, как же там, да, ГЛОНАСС, не ГЛОНАСС, то сейчас у нас ГЛОНАСС отменяется опять, точнее отменяется, отлагается до июня месяца. Рома, ты можешь коротко, может, по ценникам вспомнить, какие машины сколько стоят? Я показывал, не вспомнишь, да? Прям вот надо вот садиться. И разбирать, да? Да, просто садимся с разными пробегами. Да, да. Ну, я имею в виду, так ты не знаешь, да? Прям не помнишь. Я не знаю, фантазирую. Все, понял, понял, да. Так что, ребят, по ценам мы рассказывали в обзорах на моем канале. Вы сможете отдельно посмотреть, ну, не то чтобы каждую машину, но многие из этих машин, кого интересуют ценники, заходите, прям смотрите. Здесь просто был такой общий обзор площадки, друзья. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok